мама где ты там в темноте выходи выходи на свет пальму до чесала уже мама там где-то красоту наводит цвета нету давай явление народа уже что замолчал ужас в подвале то что я хотела куда-то уехать жить какой-то землянки от тебя же еще и свет не нравится когда яркие дача все выключено света не только не скажу конечно я не могу кушать не подготовишься ай-яй-яй-яй подожди а есть у вас тут эти как раньше были пунктные сломности вот это вот было сейчас нету пока не видела шоне а как вот старикам прийти покушать что-то вот хочется горячего ваши проблемы и индейцев шерифа не волнует понятно а телефон дозарядитесь и шо было палатки ставили чай вам там давали горячий чай да с печеньками печенька нет а потом тоже проблемы были но уже палатки пустые были но ничего там не было уже все съели не открывал нюху у нас тоже есть такая розового такого цвета она еще маленькая может на следующий год уже оттуда буду делать она должна быть гофрированная гофрированная все есть ну что сын не присаживайся не но мама тут это картошечки наварила там яйца домашние можете съем сейчас вот блины холодный кофе могу со сливками не но он еще жарко но и хорошо принципе мама меня продует что ты делаешь вообще никак застужусь я холодно выключи кондиционер что у меня блины блины ржаные первый раздел а потому как либо не было хлеба не было чтобы выпить как говорится мама блины то то желтые то какие-то ржаные блины с трубями там со всеми наворотами и мне так понравилось домашний ну конечно я такие не ем сына когда яйца очень дорогие их просто не ем а когда они по 50 можно покупать так и чуть а у меня всякая замазка еще есть как называется вы делаете песо у меня песо но еще вот это ты сделал песо у меня джоликого масла добавила туда у меня там получается укроп свежайший чеснок свежайший перетерто это все и кукурузное масло нет я за легко не пойду сына ты чё по первых она под вопросом теперь все подняли этого купишь скидка будет далеко масло давай попробуем хотя холодильник жалко открываем песо у меня песо есть с укропами есть петрушкой с машей приехал маша на машину маша не расстроена маша нету расстроена оба же приехал спортивных черных дрюках футболки ужасно в этой подростка не часто ходят никто не ходит у нас нет там никто так не ходит одинаковая нет это укроп это петрушка разный ложечку вилку так ниже не знаю кто это это петрушка а вот это укроп сейчас будем пробовать они чеснок все перебила напоминает молодой картошечки делают там чесночок зеленушку вкусно вот это петрушка вообще точно не могу понять но вкус не отличается или отличается вот эта петрушка там с укропчиком укропчиком лучше да но это тоже как бы вообще весна лето я могу отдельно файл с маслом падить не хочешь картошечка шикарная сына и и только рекомендую в суп она момента варится я варила яйца и картошку развалилась в один век это мужчина ведь я уже ее перевезу потому что это советские еще эти вот до сорта но она очень много в гнезде но мелкая а я сегодня его увидела говорю вам большое спасибо за эту картошку тоже я такой в жизни не ела она просто вну видно да да вот у него только одно на базаре всякие лимонки желтые а это где я извинила соседка дайте мне семян лимонки это старая картошка она не может сейчас быть наверно почему она копает копает капает просто наш тогда потом продается туда осень помидорку полезет не не очень сына эти вам скажу что я сегодня я всегда когда покупаю хорошие я прихожу и благодарю у него там было в ящике забирайте сегодня когда у меня пока есть иду ну за вашу рекламу сразу забрали у него все остальное потому что разное есть но это вообще ска а горячая на все шикарные я кушала горячую с холодным молоком козьим масло домашнее такой пахну чая да и присолить чуть-чуть и вот это значок да да ну так сделайте дома нету такого но продается но продается в магазине такое которое рафинирован который не рафинирован тот который не рафинирован как бы так вот ну конечно это не так выжималка когда чисто семечки сразу я видела домашний что-то мне такой продавец не понравился здесь уже масло не бьют там раньше о там охрана говорят там какие-то донецке от купили это все делают это масло какое-то левое куда-то упакован упаковывать не было как раньше пришел кучки набрал да там охрана стоит в донецке какие-то бандюки говорит не знаю бандюки лиец в крайне звучит донецке раньше донецке все были бандюки не будем людей мы не знаем так что я хотела дать и забыла еще купила целую банку еще буду покупать меда нового не будет пчелы не летали и моя знакомая тварь они даже не выйдешь я не знаю это не подохнет может там я даже еще не открывал занимается сеновозом ведь я не могу сказать где мои пчелы так что почти даже под они иммигрировали следу за в германию всех ты даже по 350 можно меня за 400 уже от третью банку беру шикарно это вообще это цена с акации какой-то нюхать я тоже в чем не помню чтобы раньше идет черешня дом или вишня ты так подходишься становишься так рядом и прям такой углубок любви прям уж и теку и прям сейчас что-то как-то совсем чуть-чуть водичку медовую сделать на них если что и более-менее где мы пчел увидели это вот сейчас вот этот клевер какой-то и вот это на клевере там немножко пчел увидели немножко жужжали так раньше вот этого когда цвилить деревья такой шум стоял прям придешь чуть-чуть уже что сказать концу света и к чему не будет пока нет это уже скоро как один патюшка говорил день скончается конец приближается что-то уже так тянулся кушать буду это какая-то тесто у человека когда предлагают надо соглашаться кушать а потом в следующий раз сейчас откажешься в следующий раз тебе не предложат буду нервничать сейчас посмотри у меня пиво уксус я его хочу отстоять три дня всего стоит и уже пленка охранная видишь пленка вот она уксус да пленка охранная вот это натуральный живой уксус смотри уже пленочка три дня всего уже а будет такая толстая как чайный гриб вот это натуральный уксус хотя он у меня очень слабенький это для волос а вот что я хотела засунула в это в песто свои эти бахромы блин сын а вот хочу отдать тебе не хочу вот даже откажусь от семечек а блин не хочешь попробовать я сейчас подожди вот это яичко и все короче а в блинах там домашнее яйцо козье молоко значит отруби ржаная мука ммм солод все в общем ну я просто вот не могла они горячие такие вкусные были но все равно что я буду покупать фрук мама а как твои эти таблетки ты отказалась ой я ожила ожила я смотрю тут как бы более живчик стало ой какой ужас я просто себя ну мне уже отправляли на анализы делать астму бронхиалии это от таблеток можно угубиться просто угубиться так женщина знакомая с мирного она говорит Ваня как хорошо что ты мне сказал я говорю закашливаюсь до таких степеней что со всех дырок потом идет это от него я говорю да от него она пошла к своему врачу ее другие выписали но я ее пока не видела вы представляете какое ужас самые дорогие а что это за таблетки от которых астма чуть ли не да 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 оно все сыну оно все что я просто погибала это ужас какой-то не знаешь тебя просто мама недолечили смотри тебе даже вот выписали от давления давление как бы понижается но кашель получается да тебе должны выписать были таблетки от кашля опа мне говорили от кашля от кашля таблетки они дают там на печень то есть я спалила бы печень от печени и вот так вот вот так да 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 они сразу выписывают мочегонку от печени когда все ой боже мой я себя чуть не просто себя а потом говорю господи ну вот я знаю женщину она прошла все только трусковец она была каждый год на взору бутовре она пила все таблетки мама не сладко дай меда вообще не сладко не сладко зачем не сладко ну как это короче и что ну как господь управляет это уже можно убирать да 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 и все и второй год лежит в смысле лежит ну как лежит плохо лежит ааа так что я говорю господи она твоя воля вся сметаны ничего сливок не надо о дай что нибудь дай сливки гулять так гулять а у меня еще брынза есть давай брынзу мама доставай все что у тебя там есть у меня все есть а сливки смотри какая сказка не дает ну сливки все с крестиком все по фэншую да цена я тебе еще хочу ответить я тебе не колупать я буду колупать ой еще я видела что с ножа ел сыр блин Валера я с ножа сыр ел даже в монастыре вилок нет вилок даже нельзя ну еще бы смотри он с этого ест нельзя закрыть в замкнутом помещении грубо говоря там сорок монахов и чтоб у них еще нож был и чем здесь нож убивают друг друга и не показывать не показывает не надо а это просто как бы ну везде люди живут почему почему не вилки потому что господу давали что пить на кресте ацет все вилки от этого не зависит опять не зависит ничего а когда батюшка сухого лимана он сказал карты выбросить все вот эти вот которые ну как это гороскопы в мусорку чтоб карты в доме даже не было я смотрю Ирос играет в карты с детьми это вообще капец мы иногда играли в дурака иногда мы не знали сына не ну почему не знали ну почему карты нельзя ну я так понимаю во первых гадать нельзя на карты раз а дурака почему дурак должен не 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 потом азартные игры играть на деньги да то есть это все что в грех уходит сами карты они а если просто ты играешь там допустим ну дурака как бы в игру никаких просто большому нет их держать в доме нельзя ну друзья напишите как вы думаете я тебе говорю причем здесь друзья вот допустим вот тоже алкоголь да о ножички незамена да незаметный да алкоголь незамена вот у кого-то есть там бар там серван да там стоят там какие-то бутылочки по праздникам там раз в год а у кого-то вот ну люди пьют упиваются там то есть нельзя как бы говорить что алкоголь он такой прям опасный для кого-то опасный для кого-то вторая группа алкоголь вообще забудет ножи ножом можно зарезать а ножом можно просто себе порезать вторая группа крови забудьте вообще даже про пиво и про всякое не нюхать даже нельзя даже нюхать даже нюхать эта группа спивается моментом а кто пьет они нездоровые моментом вот вот видишь вот видишь я тебе вилку дала ложечку дать дай мне вилку верни вилку чтобы я тебе никогда не берись я вилкой люблю не надо вилкой ух ух а Это неправильно. Это неправильно. А что неправильно? Мама. Трудится мама. Мы это не ему. Мы это не ему. Смотри, допустим, мама. Вот ты любишь ХБ рубашки, да? ХБ любишь. Очень любишь. А кто не любит? Подожди. А есть люди, вот такие индусы, любят такие яркие, красные рубашки из полистера. Вот я буду искать такую рубашку классную, она очень дорогая, она эксклюзивная, но начали свою из полистера. Куплю ее, поеду за третью земель, привезу маме эту рубашку, а мама скажет, да иди ты со своей полистеровой рубашкой. Надо людям давать то, что они хотят, а не то, что ты хочешь им дать. Я не поняла. Приготовили хорошие голубцы? Не, подожди. Что значит приготовили холодные голубцы? Хорошие. У каждого понятие хороших голубцов свое. Да ты скажи, мама, спасибо. У кого-то голубцы, это просто там рис. Рис и голубцы. У кого-то хорошие голубцы, это с мясом. Мама не будет готовить на один рис. Не будет. Мамы разные есть. Поэтому вы спросите, дети, что вам приготовить? И все. Что вам? Как вам? А когда вы все время со своими вот этим самоваром приезжаете, вот вам наш самовар. Они говорят, мама, мне нужен твой самовар. Мы на свой мангал ездим. Ну и все, до свидания. Вот правильно. Так это не дети виноваты. Я поехала в Одессу на море. Это не с детьми проблема. Это проблема у вас в родителей. Что вы хотите делать так, как вы считаете нужным? А детей вообще не спрашивайте, не ставите их ни во что. О! Поэтому, конечно, лучше ездить себе на море, куда еще хотите, чем нервы трепать себе и детям. А есть прекрасные родители, которые спрашивают. Когда она работала в ресторане, она детям сделает плохие голубцы. Ну, в голову не придет. Знаешь, они первый раз такие голубцы увидели, попробовали. Блин, мама, какие у тебя фиговые голубцы, оказывается. Ну, не нравятся им голубцы. Ну, не надо тащить им 150-й раз голубцы. Дочка выросла в этой семье. Она знает, как мама готовит. Ну, и не надо. Ну, бутерброды с сосисочками. Ну, и кушайте. До свидания. Ладно. Извечная проблема детей и отцов. Да не извечная, только сейчас такая. Не, она всегда была. Никогда. Тогда не слышат друг друга. Не хотят понимать. Нет, это вообще, конечно, лучше жить за 3-9 земель. За 3-9 земель. Не мотаться. Это когда плохо. Я такую жару выскочила, туда-сюда, тащу. Как я потащу 7 килограмм на третий этаж? Я потащу. Ну, где спасибо? Мама, за спасибо не надо это делать. Если ты хочешь что-то взамен получить, это уже не любовь называется. А потом я скажу, а вот это нам не такое, это не такое, не такое. Тогда не надо ничего таскать. Все. Ничего не докажешь абсолютно. Нет, нет, нет. Такую жару в синтетике, черных брюках. Ей нравится. В кроссовках. Причем, я знаю. А что так нравится. Этот организм впитывает эту химию через эти поры. Мама, а ты просто мозги съедаешь. Это еще хуже, чем ходить в кроссовках и в штанах черных. Ходить в чем хотите. Вот я одела, такое на себе не чувствую. А если я одену, у меня сердце останавливается. Белое, пушистое, в хэбэшке, но при этом мозги ем детям и внукам. А ты тоже в доме находишься. Благими намерениями дорога вымощена не в хорошие места. Валер, ты уже столько наговорил? Да, я наговорил столько. На эту тему. А ты же все время ее подымаешь. Я сижу спокойно и ем. И ты начинаешь опять на свою тему. Я буду молчать тогда вообще. Нет, просто эти тему проблемные ты знаешь, не говори. Я тебе еще раз говорю. Поры. Поры. Вот почему идет... Люди, когда не чувствуют, что они носят синтетику, у них очень большие проблемы со здоровьем. Очень большие. Эти поры впитали всю эту синтетику. Ходил такой синтетик, рубашку вышел, куда-то пришел. А рубашки на тебе и нету. Поры всосали все. Как хорошо, что ты живешь одна, мама. Господи помилуй. За собой бы никто не выжил бы. Вот этот вот у вас стоит экстракт, он уже стоит у вас год, вы ее не пользуетесь. Какой экстракт? Лайма я покупала. Лайма, да. Они покупают синтетическую, как она называется? Лимонная кислота. Синтетическую. И добавляют. Из рубашек выжимают. А настоящая стоит у них. Они не пользуются. Если я делала розовое варенье, так я настоящее сюда положила кислоту. Настоящее. Спой. И вот она какая. Видите? Я смотрю, это немножко полегчало от таблеток. Спой хоть песню какую-то. Давно не пела. Просто меня, понимаешь, Господь, Он как-то вразумляет. Хорошо. Просишь с таким сердцем, Господи, помоги. Подскажи, Богородица, ума прибавь. И оно приходит. Отлично. Приходит, понимаешь? Ну, когда выписывают вот эту мочегонку туда-сюда, у меня вообще все отказывать начало. Все отказывать. Это ужас какой-то. Ну, включай, вендиционер. У меня уже жарко стало рядом с тобой. Такая энергичная. Энергичная. У меня уже жарко становится. Нет, 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 нет. Пой песню. Это точно последние времена. День скончается. Кванет приближается. Это вообще ужас какой-то. Просто ужас. Еда синтетика. Все синтетика. Хоть какая-то еда чтоб была. У нас скоро вообще ничего не будет. Сейчас свет. И вот я боюсь эти зубы вставить. Потому что туда засунул эту пластмассу. И что это будет? Мама-то, оно же снимается. Поел и снял. Вот все. Да пока я поем, оно все войдет в организм. Твою пипец. Мама пришла к доктору ставит этот протез. Поставила. Через месяц опять приходит. А что случилось? Что делать? Нет протеза. Всосался. Можно еще один? Смейся, Валера. А что мне делать еще? Цыплят по осени считает. Я поплакал бы толку от этого. Цыплят по осени считает. Просто понимаешь, это шло с детства. Если я жила, баня была, а не корыто какое-то. У меня родственники, а у них корыто было. Крутые были. У вас баня была. Даже у нас бани нет. Ну вообще. Выходи из бани моченый арбуз. Травки запаренные. Белье высохло на морозе. Мама, толку ты никакая, не можешь ничего это делать. Потеешь и слабости сил нету. А это папа. Царство небесное. Ну да. Ну Валера, дожить до 76. Ну это как бы хорошо. Да. Дожить. И потом я же выгляжу не на 76 наверное. Я же зубы поставлю, потому что 40. Больше на 40 выглядеть. Мы тебя поставим в этот сай знакомством. Сына, это не я. Сплавим какому-то этому. Немцу. Это у меня вот тут внутри живет. Понимаешь? Ну, я грешница окаянная, но Святой Дух мне иногда пребывает. Иногда пребывает, да. Прошу, говорю, господи в разумии, пошли мне. Ну, без этого ну просто никак. Ну вот как досада, понимаешь? Нет света, досада. Я вчера у меня такой проблемой сделала пряники, поставила в духовку. Сижу, хоп, что такое? Через 10 минут свет выключили. Хорошо такая печка, спасибо господи сыночку. Ну, вроде бы пронесло, не сырые. Сегодня в 6 утра мне нужно было вторую порту. Это уже получается, нагнетаю себя на плохое. Ну, почему я должна так мучиться? Ну, почему? Поставила варить бульон, он у меня час поварился, выключили свет. Главное, нет графика. Ну, ладно, выключайте, дайте график людям. Да, это толку дайте. Мама, это еще чуть-чуть там побудет какое-то время, потом прекратится. Знаешь, когда вот сейчас уж тарифы два раза подняли, и начали выключать. И люди сейчас вот настолько замучаются без света, что когда свет вернется, скажут, слава богу, по 5 гривен, по 6, по 7. Главное, чтоб он был. Это все психология. Там уж не глупые люди даже сидят. И потом готовь духовку, не включай, бойлер, не включай. Все мы включим. Ну, мы пока держимся, мы кондиционер не включаем, будет жарко все равно. Кондиционер это конечно. Потому что мы когда, в то время у нас еще по тем ценам набегало где-то тысячу гривен. Ну, не меньше. Такой день у нас все горит. Да не все у нас горит. У нас все эти LED. У нас где-то тысячу гривен. А сейчас будет набегать две, две с половиной. Это уже... Они что, получается, у тебя светим духом светят? Нет, они экономно светят. Не святым духом. Ну, зачем целый день включать свет? Ну, почему у нас целый день? Не целый день у нас светят. Телевизор постоянно работает. По сравнению, как у вас, допустим, пенсионеров, где одна лампочка и все. У нас, конечно, штук 10 горит по весь доме. А телевизор постоянно включен. А телевизор он тоже, он же не лампы, он же эти LED-овские. Он берет мало. Опять ничего. А откуда ты еще взялась? Кондиционер. Зимой не было. Стирка, стирка, кондиционер. Ну, знаешь, он кондиционер вообще мощный берет. Он 2 киловатта берет в час. А стирка каждый день и два раза в день. Ну, стирка. Можно и не стирать. Можно и не стирать. Бестанов ходить. Вообще без штанов не стирать, без кондиционера. Овалая, два года она в памперсе живет. А памперсе не стоит. Ну, что, сейчас она без памперсов бегает. Она сейчас по улице голенькая бегает у нас. Ну, и как она все это справляет? Ну, справляется. А потом что, говорит, как-то? Надо ей показывать. Убирай. Где горшок? Ну, не принимает пока. Ну, пройдет время. Поплачет пусть. Ничего страшного. Что значит поплачет? Ну, самое главное. Сделала? Убери. Ты сама убирай. А, да щас. Николь будет убирать. Она, знаешь, какая это вредная. Это не Оля, которая там поплачет, ступо стоит. Это драться лезет. Это кричит. Истерики устраивает. Ты чего? Вся меня. Если не по нее это. Вся меня. Без тебя хватает таких у нас. А кто такой? Промолчи. Мой сыночек, как его там мучают? Как меня мучают? Что пипец. Все семь человек мучают. Все семь человек, да. Ира тоже? Ира тоже. Глупит. Не, 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 Ира. Ира не мучает. Что, мне еще домой возвращаться? Я так в кухне сплю. Еще дальше есть летняя кухня. Ой, 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 ой. Господи помилуй. Я как только задумаюсь. Ну, Боже. Вот называется макушки две Господи. Нарисовал. Вечность, отмеченная Богом. Так что помощь Божья идет. Да, сын? Ну, как же. Ну, как же. Только не забывайте. Карты выкинуть. Карты сожгем. Все сожгем. Гороскопы сожгем. А вот эти гороскопы даже не читайте никогда. Это все. У Бога все дни одинаковые. Ты попросишь его сюда. Так оно и будет. Он услышит. Но он слышит не все, что тебе полезно. Вот мы говорим. Я раньше, когда молилась, я не знала. Потом в конце нужно говорить. Да будет воля твоя. Мы же грешны. Мы не знаем, какая, как должно быть. Потом в конце. Да будет воля твоя. Так что, можно и поднять уже, потому что. Хорошо. Ну давай, спой и будем закругляться. Ой, как я знакомлю, сколько знаю, сколько они принимают таблеток. Восемь тысячек. Господи помилуй. Ну я уверен. Ну я уверен. Не, конечно, оно бывает, но. Если устраивает. Если ничего каких-то нету, там, побочек. Так что не принимать. Люди верят. Знаешь, есть такой плацепо. То есть, принял какую-то таблетку и поверил, что она сработала. И она сработала. В дни житейской грозной битвы, в одни гонения и скорби. Приносим мы к тебе молитвы и просим помощи твоей. Услыши нас, небесный житель, архистратик небесных сил. Врага и злобы победитель. Архангел Божий Михаил. Господи. Пошли, Архангел Михаил. Пусть он направит порядок здесь сейчас. Чтобы это прекратилось все. Люди помирились. А как? Каким-то образом. Господи помилуй. Как тяжело это все. Ты живешь в другом просто измерении. На вулкане или на пороховой бочке. На вулкане еще предсказуемо. Пороховая бочка нет. Вообще это ужасно, конечно. Господи помилуй. Вот некоторые говорят, что... Бабушки говорят, ну будет такое время. Одна рубаха будет на все село болтаться. Не будет мужиков. А те, которые живые, будут мертвым завидовать. Пока мы еще так, как говорится, живем, не завидуем. Хочется пожить. Мы не знаем, что завтра будет. Ой, Господи помилуй. Как это все от нас не зависит. Мы такие мурашочки. Мурашочки мы такие. Господи помилуй. В общем, добра и мера. Всего самого лучшего. Да. В чем много говорите. Да. Сына, я еще вам дам такую лайму. Пейте. С медом. Хорошо. Накапали с медом. Да, накапали. Не надо вот эти холодные... Как это горло прошло? Прошу. Не пей холодное. Нельзя. У нас здесь нет нервных окончаний. Поэтому, когда горячее и холодное пьем, оно пользование переносит. Хорошо. Все. С Богом. Спасите Господи. До новых встречи.